МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боевики именно оттуда вели огонь по горе Карачун. Когда покинули город, в помещении начался ремонт. Трудятся в поте лица. Здание очень пострадало. Именно с него боевики обстреливали украинских военных на горе Карачун. Соответственно, в него же и был направлен ответный огонь. Вероника гуляет со своим полуторагодовалым братом Мишей. Малыши все время, пока шли в славянские бои, оставались в городе. Прятались в подвале, когда бомбежка прекращалась. Видели, как террористы грабят соседние здания, детский приют. Полученцы забрали все. И стиральные машинки. В июне этого года в ходе боевых действий в нашем городе очень пострадало здание и нашего детского центра «Паруса Надежда». Четверть здания была разрушена полностью. Завалены были плиты перекрытия, разрушены детские комнаты, душевые комнаты. И стоял перед нами вопрос, а что же будет дальше? Будет ли существовать детский центр вообще? И сможем ли мы делать нашу работу? Благодаря тому, что появились люди, которые откликнулись на нашу беду, которые увидели, что нужно восстанавливать здание. На сегодняшний день от 10 до 16 человек еженедельно приезжают к нам в детский центр и помогают нам его восстанавливать и отстраивать. Вот этот приют был обстрелян. С территории производился огонь по горе Карачу. И в ответ были выстрелы с целью подавить эту огневую точку. Часть помещений подсобных хорошо пострадала. На территории самого приюта есть воронки от мин. В сам приют попало несколько снарядов. Второе окно от трубы было разрушено снарядом по касательной, который сначала пробил крышу котельной, потом попал в стену. Следующий снаряд попал вот здесь в районе душевых. Осколками разрушена была часть стены и видно на панелях перекрытия отверстие отсюда. Еще один снаряд попал вот сюда вот как-то по касательной, под козырек. И мы вот этот козырек сейчас восстановили. Следующий снаряд попал в дальнее крыло. Вот здесь вот, между вот эти вот три проема оконных. Вот сюда попал снаряд. Это был самый мощный снаряд, наверное. Потому что из-за этого валились все панели перекрытия, крыша валилась вниз. Из-за того, что был завал, были разрушены плиты перекрытия первого этажа. Пришлось демонтировать часть стены, вот эти где три окна. И демонтировать плиты перекрытия первого этажа. И полностью разбирать крышу для этого. Тыльная сторона здания практически не пострадала. В результате этих попаданий внутренняя отделка всех помещений была нарушена. Вот эти плиты перекрытия мы как раз зайдем. Вот они здесь демонтированы, разрушены взрывами. После попаданий, когда отсюда эвакуировались люди, было большое количество мародеров здесь, которые сняли сантехнику, систему отопления. Трудно представить, что люди пережили здесь, на этом месте, когда были бои. И что происходило здесь, на этом месте. Когда я узнал, что здесь происходит ремонт этого здания, я имея строительную специальность, решил приехать сюда. Узнал, что сюда приедут люди, которые также могут пожертвовать своим временем, своими какими-то интересами. Когда приезжали сюда, то даже не знали, чем, кто будет заниматься. Но так Господь все устроил, что, в общем-то, все на своем месте. Новое знакомство, новые друзья. Думают люди, что для того, чтобы приехать сюда, нужна обязательно строительная специальность. Но это не так. Потому что сюда приехали ребята, которые никогда в руках не держали строительные инструменты. Но есть желание, это самое главное. Тут два парня уже приобрели штукатурную специальность. Носить ведра, подавать кирпичи, колотить раствор. Это, я думаю, то, что могут все. Когда собирается бригада, то обязательно найдутся профессионалы, которые покажут, научат. Идем вдоль забора. Скорее всего, какая-то боевая техника заезжала вот в этом районе, где забор погнут. И поломанный фундамент забора. Видите, трещины на фундаменте. И этот забор уже восстановлен. Он тоже погнут профнастил. На территории что-то заезжало. Не через ворота из боевой техники, а через забор напрямую. Кстати, вон там вот на столбах есть отметки. Как снаряд пролетал, он чиркнул в столб. Видно такой вот трещиной повреждений. И здесь вот, посмотрите на забор. Огромное количество отверстий в профнастиле. И края выгнуты в эту сторону. Скорее всего, мины или снаряды попадали туда, на территорию приюта. А осколки летели в забор с той стороны, и края загнуты в эту сторону. Как решето, вот видите. Вот пролазят пальцы. Видите, можете почувствовать величину этих осколков. На территории вы, конечно, можете собрать, вот так походить, осколки разной формы. Вот одни из них. Когда готовили крышу к ремонту, подметали целые килограммы этих осколков. Вот дальше посмотрите. Когда начались военные действия, дети в срочном порядке были эвакуированы в город Киев. На сегодняшний момент, из-за того, что мы не можем в здании принимать детей, как это видно из ремонта, дети по семьям. Но многие из них и звонят, и приходят, и спрашивают, а когда мы снова сюда вернемся. И мы им говорим, что скоро они очень рады будут вернуться в новое отстроенное здание. Самым удивительным образом как-то так сложились обстоятельства. Сам еще не могу даже втемяшить, почему и как, потому что занят я по быту, по дому, по семье, по работе. А тут удивительным образом неделя времени получилась, и я с радостью сюда поехал. Новые люди, новые совершенно обстоятельства, мне доселе неведомые. То, что увидел здесь, принесло и смятение, и шок, и какое-то удивление. Иногда даже какая-то радость есть за людей, что какая-то трансформация происходит в связи с тем, что они повидали за эти последние месяцы. Очень рад помогать восстановить этот дом, приют для где-то, как у самого шестера. И хожу, гляжу на эти комнаты, на эти игрушки, на эти книжки разбросанные. Какие-то вещи, костюмчики, сердце сжимается. Трудимся все мы здесь с большим энтузиазмом, удовольствием, скажу даже. Никто из нас не строитель. Какие-то общие советы даем друг другу. То, что берешься утром, кажется абсолютно новым, непонятным, неизвестным. К обеду ты уже почти мастер. Вот так вот мы тут и живем. Общаемся, молимся, поем песни. Хочется одного, чтобы наконец-то побыстрее наступил мир. И этот ужас, о котором даже тяжело думать, закончился, прекратился, чтобы люди осознали наконец-то ценность человеческой жизни. Здесь мы восстановили вот здесь стену от пола до подоконника. Это новая стена. Здесь нету рамы, еще она будет установлена. Вот здесь реально можно увидеть направление выстрела сюда. Снаряд по касательной чиркнул крышу. Сделал не отверстие, но мы уже заделали. Она была сквозная. И скорее всего уже остаток взрывной волны на стену пришелся. Почему остаток? Стена разрушена, кирпичи здесь валяются, когда здесь было разрушено. А обои целы, и осколков нет. Посмотрите, видите, все целы. Скорее всего взрыв был там. Здесь просто как бы толкнуло взрывом стену. Ну и соответственно оконную раму. В других помещениях там видно на стенах осколки сделали свои пометки. Пойдемте. В этой душевой была стена завалена в любом соседнем помещении. Но осколки вот поставляли, видите, на кафеле отметки. Вот, 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 вот. И там выше. И здесь разрушили перекрытие, видите, осколки. То есть это взрывной волной было это сделано. Вот это часть помещения, где были самые большие завалы. Вот здесь новые стоят плиты перекрытия. Здесь новые стены. Новая крыша. Мы сейчас здесь уже штукатурим. Стяжка сделана. Да, здесь стяжка сделана. Ну вот, помещение типичное состояние. Пол провалился. Здесь были заменены перекрытия панели. Ну и уже новые стены внутренние, потому что все были завалы. Вот это столовое помещение. Вот эти три панели перекрытия, видите, они отсюда по цвету потолка. Они вот заменялись, потому что все три панели были прогнуты и хотели обвалиться уже до конца. Мы сделали подпорки, подперли их, чтобы они не обвалились в процессе демонтажа. И уже демонтировав старое, мы восстановили новое. После штукатурки, шпаклевки, здесь вы не отличите эту часть потолка от этого. Взрывная волна, осколки и все остальное доделали свою такую плохую работу. Практически все стеклопакеты разбиты. Некоторые мы их сняли, чтобы они не упали и не порезали людей. Но часть еще здесь осталась. К нам приезжают люди из разных концов Украины. Приезжают, помогают в отстройке нашего детского дома. Не все профессионалы. Люди трудятся очень хорошо, полноценно себя отдают от раннего утра до позднего вечера. Хотелось бы их поблагодарить за оказанную помощь, за открытые сердца, за поддержку. За это время уже успели, конечно, выполнить большой объем работы по восстановлению нашего детского дома. Были выстроены стены, стены между комнатами, уже даже штукатурятся. Ребята очень быстро работают. Конечно, еще предстоит много по фасаду, по утеплению, по водопроводу и по отоплению, по электрике подогнать работы, внутренняя отделка. Хотелось бы, конечно, еще выразить благодарность всем, которые строят и тем, которые высылают финансы. Огромная им благодарность. И от нашего коллектива мы очень благодарны. Мы сберегаем это в своих сердцах. Абсолютно разные люди откликаются на наш призыв. Каждый человек использует тот потенциал, которым они обладают. Никто из волонтеров не получает денег. Это абсолютно волонтерский проект. Нету требований по какому-то внесению средств. Практически любой волонтер приходит, говорит, я хочу, я готов садиться в микроавтобус. С вещами приезжают сюда и здесь работают неделю. Были люди абсолютно разные. Строители, архитекторы. Абсолютно разных профессий. В первой команде был издатель, чиновник с организаций государственных. Какого-то ранга я не знаю, но достаточно высокий. Бизнесмены. Абсолютно разные. Студенты были. В третьей команде музыканты у нас. Удивительно. Я никогда не думал, что музыканты, которые записались, будут так работать. У меня каждый приезд волонтеров сюда все больше и больше удивляет. Вторая команда приехала сюда. Приехал пастор церкви. Я думал, что он может, кроме того, что говорит с кафедры, и говорить, склонны мы все помолвимось. А в ответ он вышел и стал так быстро положить кирпичи на стену. Вечером спрашиваю, а куда такой опыт? Два года стройбата. На самом деле я очень долго думал, очень долго хотел, желал каким-то способом, каким-то чином что-то сделать для моей страны, сделать для этой ситуации. И понимая ситуацию в Украине, что она находится под ударом, я не чувствовал себя готовым идти в Збройные силы. И постоянно думал, чем бы я мог бы допомогать, чем бы я мог бы вкладывать свои силы, свою работу. Приезд сюда была очень радостная нагода для меня. Я просто был счастлив. Я почувствовал такую предложение, что я узнал, что есть команда. Конкретно, когда кто-то из Киля выезжает, помогать в такой прекрасной, чудовой справе, в обстановке нашего города, города Славянска. После этих страшных событий, которые происходили, еще очень много таких мест, очень много рюйнаций. На жаль, война еще тривая, поэтому нужны люди, нужны руки, у них будет такая возможность. Я считаю, что это не просто возможность, это как бы прояв своей украинственности, просто прояв своей позиции, прояв своего жительного креда, особенно для христиан. Приехать и помогать, если человек не собирается брать оружие в свои руки, то она может приехать, взять в свои руки Кельму и помогать в строительстве этого места. Поэтому нет совсем никакой разницы, чи умеешь что-то, чи не умеешь. Профессийный, непрофессийный. Найдется работа, это необычный опыт. Рекомендовано всем. Из любви к родине реально я сюда приехала. После того, как я узнала, какой у меня замечательный народ, какая у меня чудесная родина, мне теперь хочется делать и для народа, и для родины. Атмосфера здесь прекрасная, настроение чудесное, хотя все очень сильно устают. Но, знаете, здесь такой вот дух царит взаимопомощи, любви, дружбы. По специальности я не строитель, я бухгалтер, но здесь применение себе и своим талантам могут найти все. Не смущайтесь, если вы экономист или же банкер, освоите новые строительные специальности, ну и познакомитесь с замечательными людьми. Я люблю эту страну, я люблю этих людей, я люблю этих ребят, которые со мной работают, потому что они чудесные, потому что Бог касается наших сердец и просто хочется помочь детям. Ну вот пример, что делали мародеры. Вот стоит батарея, видите, да? Вот здесь был кран, его нету. Вот здесь был кран, его тоже нету. Представляю, какую-то ценность для мародеров. Вот в этой части стоял бойлер, его сейчас тоже нету, его тоже сняли мародеры. И так по всему зданию, где что-то ценное, было демонтировано. Внутренние двери в комнаты мародеры разбивали, если они были закрыты, чтобы попасть и посмотреть, есть ли там ценности или нет. Вот котельная. Здесь, скорее всего, был какой-то насос мощный. Видите, диаметр трубы, его нету. Здесь какие-то трубы тоже были демонтированы, как они были связаны, что с чем, непонятно, но тоже валяется. Здесь краны системы отопления демонтировали, видите, какими-то топорами, что-то били, отрывали, но их нету. Здесь стоял какой-то насос, его тоже нету. Здесь, возможно, какой-то бойлер стоял, я не знаю, я не видел в оригинале, что... Но стоит труба, которая идет никуда. Значит, что-то здесь было к нему прикреплено. Ну вот, то же самое, видите, вот труба, почему-то здесь ничего не прикреплено. Невероятное количество работы за это время было уже сделано. Хочу вынести благодарность каждому, кто поучаствовал в проекте восстановления нашего детского центра и участвует по сегодняшний день. У нас появилась надежда. Сейчас я смотрю уже совсем другими глазами на то, что происходит. Это уже не разруха, это восстановление, это надежда на лучшее, это то, что будет еще красивее. У каждого волонтера свой мотив. Мой мотив? Я хочу, чтобы Украина была целостная. Я дал себе слово, что я буду прилагать все усилия, чтобы все хотели сюда приехать. Не уехать, а приехать. Чтобы люди гордились именем страны своей. Не просто каким-то лидером, каким-то человеком, просто страной. И когда началось откусывание от страны кусочков, я понял, что есть два пути. Первый путь – воевать, а второй путь – разрушить твердыни, которые есть в головах у людей. Самый лучший пример – это показать, что мы их любим. То есть, если говорят, что западная Украина и восточная разные, ну, возможно, они разные. Но если ты сделаешь какой-то акт любви, для них, у них в целом меняется сознание. Когда это сознание меняется, это единство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА